Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советую это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналя, и сегодня у нас очередное видео о покупке, а точнее спасении старых лошадей с ярмарки Фердинанда. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и поехали! Как всегда, мы находимся на ярмарке Фердинанда, ведь это последнее пристанище всех старых лошадей. Не только первого, полторашнего, но уже и второго поколения. И в данный момент в игре удаляют старые породы, первые и полторашние поколения. В сегодняшнем видео мы будем спасать голландскую, датскую, по-моему, лошадь, голландская полукровная и вот эту аналогичную датскую полукровную. Моделька у них абсолютно одинаковая, отличаются только масти. Данных лошадок убирают 20 июня 2023 года, стоят они по 320 старкоинцев. Нет, 320 старкоинцев стоит голландская, полукровная датская, по-моему, отличаются. Да, 250, всего 6 мастей. У меня 2149 СК, мне должно хватить, по моим предыдущим подсчетам. Пришлось, правда, закупиться, иначе спасти данных лошадок не получится. Ни одной из этих мастей... А нет, одна, кажется, у меня есть. Одна есть, но давайте я быстренько съезжу в конюшню и проверю. Потому что, как мы знаем, с полторашними поколениями сейчас существует такой некий баг, что если моделька масти одинаковая, но гривы разные, он может вам это засчитать как за одинаковых лошадок. Поэтому пойду, сбегаю и проверю. Вот, пожалуйста, как я и говорила, у меня есть мураб, бархатная беглянка, такой же масти, но со светлой серой гривой. Игра засчитывает, как будто у меня голландская уже есть в конюшне. Но мне нравится эта масть еще из темной гривы, поэтому будем покупать, считайте, некого брата-близнеца. И пока мы возвращаемся на ярмарку Фердинанда, у меня к вам некий вопрос или размышление. Даша Панихо мой самый первый аккаунт, который существует очень давно, и раньше я его не любила. Прямо даже искренне, наверное, испытывала отвращение, потому что мне не нравилась фамилия Панихо. Но в данный момент меня все устраивает и навеивает разные воспоминания о том, как я только-только пришла в ССО, даже на этих коротеньких три дня, когда было вот прям старое-старое ССО, это, наверное, 14-й год, ну, что-то вот тогдашнее. Но разработчики нам говорят, что мы скоро получим возможность после обновления персонажей, спустя какое-то время, менять имя и фамилию наших с вами персонажей. Так вот вопрос. Все-таки Панихо я не очень сильно люблю. Стоит ли мне поменять фамилию на Даша Хорсхом? Или как-то так, надо будет посмотреть в редакторе. В общем, Даша Лошадиный дом, вместо Даша Панихом. Хотя Панихом как-то уже прожилось. Но все-таки вопрос вот такой вот я вам задаю. Ваши размышления и мысли по этому поводу пишите в комментариях, я с радостью их почитаю. Итак, вот мы и вернулись к голландской полукровне. И будем сейчас покупать. Так, это у нас будет, давайте, жребец. Взрослый, конечно же. Быстрый. Кстати, быстрый очень много такое имя. Нравится. Так, нет, не рябина. Сейчас как-то быстренько мы его назовем. Быстрое светило? Быстрое. Нет, как-то сложно все это. Сердце, серебро, серебрянка, сестреночка, сила. Сложно здесь с именами. Так, туз, тень, темнота, улика. Даже улика уже есть. Тут все имена почти что женские. Это как-то некрасиво. Но в плане очень обидно за коней. Двойняшка, дева, девочка, дева, диадема. Я коня вообще-то хочу. Быстрый гонщик. Давайте мы его назовем. Ему, я думаю, подойдет. Он не обидится. Гриву мы не меняем, как всегда. Нам главное это спасти лошадей. Тем более, чтобы поменять гриву, мы еще, если что, успеем. Но, в принципе, у всех полторашних поколений мне всегда нравятся их базовые грибы. Так, покупаем. Здравствуй, дружочек. Что ж, ты спасен? Отправляйся в конюшенку и отдыхай. А мы продолжим спасать всех твоих друзей, родственников и, не знаю, товарищей. Так, следующая у нас вторая масть. Вот такая вот очень симпатичная. Мне кажется, у меня подобное уже есть. Так, там на фоне фестиваль проезжает. Это тоже будет... Сейчас, по мастям что? Так, нет, я хочу, чтобы это была кобыла. Иначе у меня вся конюшня опять в жребцах будет. Драгоценные. Тут гостья была. Глубина, глаз, гимн, герцогиня, гарпия. Гадалка, елка. Драгоценная гадалка. Нет. Вспышка, всплеск, восход. Драгоценный восход. Нет, это... Вот теперь все наоборот. Драгоценная воительница. Как это сложно все. Дикая воительница. Ну, кстати, почему бы нет? Дикая воительница. Мне нравится. Так, давайте же купим эту лошадь. Тоже спасаем. Так. Вот эта масть мне прям очень сильно нравится. Прям очень. Красивая масть. Тоже отправим в конюшню. И у нас осталась последняя масть, которая у меня уже есть на мураби, но здесь совсем другая грива. И если в случае с Морганами я не спасала одну масть, и в какой-то пародии я тоже не спасала одну масть, потому что там желтая грива. Я никогда не любила желтую гриву на первых и полторажных поколениях. Прям... Ну, прям вот не могу. Ну, вот вообще не люблю. Но в этом случае... Может быть, я как-то покороче постричь? Вот я не понимаю, вроде бы мне нравится эта темная грива на этой масте, вроде бы нет. А с другой стороны, светло-серая мне больше нравилась на этой масте. А я не знаю. Давайте, знаете, вот подумаю. Я подумаю. Ну, вообще нет. Нет, она не настолько ужасна по сравнению с желтой гривой, поэтому покупаем. Это будет жербец взрослый. Взрослый, взрослый, взрослый. И это будет у нас... Как тебе назвать-то? Кожаная. Кокосовая, конфетная, кучерявая, лавовая. Лавовая. Тут все на ая. Мне кажется, такое чувство, что вообще имен становится все больше и больше, но при этом почти все окончания их убирают. То есть, я говорю, у меня такое чувство. Мечта. Мерцающий. Мелодичный. Медовый. Медный. Милый. Милый. Кто ты? Милый кто? Кто ты? Мачо. Мастер. Милый мастер. Мэмэ. Милый мастер. Нет, как-то не то. Совершенно не то. Мед. Медь. Мелодия. Месяц. Метеор. Милый метеор. Милый метеор. А давайте, да, мне нравится. Мне все устраивает. Тоже покупаем. И напоминаю, что да, игрушка показывает, что и у нас уже есть эта лошадь, но это глюк. У нас есть только мураб такой масти, но со светло-серой гривой, то бишь с белой. Так, покупаем. И все, на этом у нас спасена вся голландская порода полторашнего поколения. Мы тоже отправляем его в конюшеньку. Так, все, здесь мы всех спасли. Все, там же три масти. Давайте проверим. Раз, два, три. Да, три масти мы спасли. Следующее у нас на спасение это датская полукровная, которую, кстати, нам обещают добавить обновленную версию в игру, когда неизвестно, возможно, зимой, потому что на лето у нас уже как бы забронированы на обновленных мустангов, осень на дартмурских пони, поэтому, возможно, они либо будут в конце где-то осени, хотя я сомневаюсь, либо они будут вообще зимой. Вот, я их очень сильно жду. Так, ну тут вообще... У тебя же красные глаза, по-моему, нет? Ну, такие... Такие прям... Ярые. Так, я хочу, чтобы ты был жеребец. Ты... У тебя должно быть какое-то выездковое имя, красивое. Прям... Может быть, на Б или на Г. Блистающий. Богатый, бодрый. Вот, бодрый. Бодрый. Ах... Давайте бодрый лорд. Бодрый лорд. Рубин. Рыбка нет. Рубин, может быть? Бодрый рубин. Ну нет, у него вроде бы глаза не красные, они у него желтые. Садовница. Так, все понятно. Мне проще всего воспользоваться поиском. Ла-ла-ла-ла-ла. Лорд. Вот. Все, отлично. Бодрый лорд. Так, взрослый жеребец. Датская полукровная. 250 СК стоимость. Покупаем. Ну привет, лордик. Будешь жить в новой конюшне. И очень классно, что у тебя шишки. Я бы и так, и так к тебе сделала. Так, отправляем в конюшню. Хотя я вот, наверное, на него-то и пересяну. Или нет. Кстати, да, займите, датская полукровная полторашнего поколения. Она вся порода с шишками. Это очень круто. Это очень круто. Так, значит, первую купили. Покупаем вторую. Это будет тоже у нас... А давайте кобыла. Кобыла. Бойкая фантазия. Нет, не хочу фантазию. Тоже думаем. Так, сеньорита. А сеньористь. Свод, сила, сиренья, сказка, скиталица, слава. Бойкая слава. Во. Во. А хотя нет, подождите, 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 подождите. Г-г-г-г-г. Го-ле. А-та-та-та. Бойкая герцогиня. У меня, по-моему, есть на конюшне герцогиня. Но, знаете, здесь у нас принцип такой, что нам важнее спасти, чем соблюсти неповторение имен. Это было бы очень сложно. Так, взрослая кобыла. Бойкая герцогиня. Покупаем. Здравствуйте, герцогиня. О-о-о, прям старое ССО. Я хочу, если честно, плакать, потому что, ну, это очень грустно, что вся игрушка уже давно-давно поменялась, остались только какие-то маленькие кусочки старого ССО. И вот то, что они убирают старых лошадей, это прям вообще удар по сердцу. Так, здесь у нас будет, наверное, тоже кобыла. Восточная. Восточная. Почему у тебя губки белые? Пастила? Нет. Не пастила. Перо, паутинка, песня. Восточная песня. А, знаете, да, восточная песня. У неё как бы беленькие губки, она ими поёт свою восточную песню. Я не знаю просто. Если бы у неё были тёмные губы, было бы намного лучше. Но почему-то в этой масти они их сделали белыми. Итак, взрослая кобыла. Восточная песня. Покупаем. И всё. И мы спасли всю породу. Датской полукровной или теплокровной? Полукровной. Такие белые просто губы, как будто они в сахарной пудре. Тоже отправляем в конюшню. Итак, и на этом мы выполнили спасение двух пород. Голландской и датской лошадей. И давайте быстренько посмотрим, кто у нас остался из первых поколений на данный момент в Star Stable Online. Так, из первых поколений у нас остались андалузы. Вот здесь они продаются. Потом Юрвикский пони. Это, наверное, будет самая масштабная потом закупка по спасению лошадей. Потому что здесь столько мастей. Вы видите, я в шоке. Это потом целую ярмарку можно в конюшню устраивать. Следующие у нас на спасение. Это вот арабские чистокровные. Я сейчас просто показываю всех, кто остался. Здесь тоже очень много мастей. В какой последовательности разработчики будут их убирать, никто не знает. Фриская спортивная лошадь. Фух, ну хотя бы здесь всего лишь три масти. Так, и последняя страничка у нас еще... Так. А кто у нас тут-то? А, вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. Здесь все те же андалузы и английское чистокровное при масти. То есть, получается... Давайте посчитаем англичане, андалузы, фриско-спортины, юрвикски пони, арабы. Раз-два. 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 Так, это все вторые поколения. Раз-два. Три-четыре. А, нет! Стоп, стоп! Пять-шесть. Я забыла, я забыла про обычных фризов. Стыдобата какая. И фриская лошадь. Тоже три масти. У нас осталось шесть пород, которые из старого ССО первого или полторашнего поколения. Которых вы все еще можете купить. Которых пока не надо спасать. Они еще остаются с нами на юрвике. Ну, какую лошадь уберут следующей, я не знаю. Но, возможно, это будет не английская чистокровная, а кто-то из других моделек. Кстати, возможно, это будет либо андалуз, либо фризы. Неважно, какие. Потому что разработчики любят сейчас мешать лошадей на удаление. То полторашки, то какая-то отдельная масть. А мы тем временем отправляемся на конюшню, чтобы поприветствовать новых лошадей. Поставить их. Пусть они постоят немножко. Конюшню я так и не расширяла. У меня осталось 439 старкойнсов. Как вы видите, я рассчитала почти что тютя в тютю. Тютя в тютю. Почему я покупаю старкойнсы для спасения лошадей? Я элементарно не успеваю их накапливать, ребята. Элементарно просто не успеваю. Так, вот мы и в конюшне. Так, у нас, значит, сюда мы ставим давайте датскую. Так, и в самом начале у нас должна быть голландская. Где я ее не вижу. Ага, вот они. Голландская. Полукровная. Так, и давайте же сядем на кого-нибудь из них. Посмотрим, как смотрится. Ну, вообще, я понимаю, что... Чего на них смотреть, если они все выглядят как... Ну, все одинаковые. Все полторашнего поколения. Но все-таки. Так, где мой бодрый лорд? Я хочу на него сейчас сесть. Так, и чтобы красивенько поменяем еще в сторону. О, вот оно старое ССО, которое вообще скоро уйдет куда-то... Куда-то в небытии. И останутся только воспоминания в виде скриншотиков и видосов. Да. Как бы это не было грустно, как бы это не было печально. Так что, да, мы сделали это. Мы спасли еще две породы лошадей. Впереди еще шесть пород, которые нужно будет спасать. Вот это очень грустно. Я не хочу, если честно, их спасать по той причине, что... Во-первых, я их не собираюсь качать. Вы видите, у меня практически вся конюшня. Это сплошные первые уровни. И качаю я вот только, допустим, Добрый Закат. У меня новая лошадь третьего поколения. На всех остальных я их как бы коллекционирую. Я их спасаю, чтобы в будущем, допустим, записывать видео и показывать их новым пришедшим игрокам. Которые не знают, что такое старое ССО и вот эти все старые полторашние породы. Да, извините, разошлась. Просто эмоции взяли вверх. Вот. Но я думаю, надо будет все-таки расширить конюшню. Одно расширение я сделала. Кажется, осталось еще одно. Ну и продолжать спасать лошадей. А ведь когда-нибудь начнут и убирать лошадей второго поколения. Но я надеюсь, что это случится не скоро. Вот. Ну а на этом все. Спасение подошло к концу. И я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок. Чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока. Удачи вам. И до встречи в новом видео. Боже. Шесть пород. Вы представляете? Осталось шесть пород старых поколений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова